В Казахстане уже вторые сутки регистрируют более 2600 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных – это свыше 800 человек, жители Алматы. В антилидерах также столица, Карагандинская область и Шымкент. Лечение от COVID продолжают получать более 16 тысяч человек, из них в тяжелом состоянии 31 пациент. Напомню, также столица находится в желтой зоне. В мегаполисе действуют карантинные ограничения. Жителям рекомендуют носить маски в местах массового скопления людей. В ОСП признал ОСПу обезьян – международная и чрезвычайная ситуация мирового масштаба. По словам Тедроса Гибреисуса, в мире выявлено свыше 16 тысяч случаев заражения болезнью в 75 странах мира и 5 случаев смерти. Наибольшую угрозу распространение ОСП представляет в Европейском регионе. Пять человек погибли при пожаре на фабрике по производству «Петард». Предприятие работало нелегально. Цех располагался в одном из помещений многоквартирного жилого дома. Мощный взрыв прогремел поздно вечером, когда все его жильцы спали. По данным пожарных, среди погибших есть один ребенок. Очевидцы сообщают, возгорание уничтожило все их имущество. В доме проживало три семьи. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Работают спасатели и пожарные. Только что стало известно, через несколько минут начнется инвестиционный круглый стол Казахстан-Саудовская Аравия с участием президента Касамжумарта Токаева. В мероприятии участвуют руководители крупнейших саудовских компаний. Это и нефтехимическая компания Saudi Basic Industries Corporation, которая работает в 50 странах мира. Горнодобывающая компания Maiden и холдинговая группа Ajlanen Bros Holding Group Ability. Также саудовская сельскохозяйственная животно-отческая инвестиционная компания. Накануне глава государства прибыл в королевство с официальным визитом. Продолжим другими темами. Казахстанские физики-ядерщики представили результаты своих исследований для строительства международного термоядерного реактора ИТЭР. Команда глобального проекта высоко оценила работу Национального ядерного центра Казахстана. На юге Франции 10 лет назад началось строительство опытного реактора для получения идеального источника энергии. Казахстан к этому грандиозному проекту присоединился 5 лет назад. Наши ученые проверяют устойчивость материалов в условиях термоядерного синтеза. Результаты этой работы будут использованы в дальнейшем в строительстве самой большой термоядерной камеры в мире. Из-за пандемии сроки запуска ИТЭР были перенесены. По последним данным, первый пуск установки запланирован до 2027 года. Цель проекта – воспроизвести те же процессы, что происходят на солнце, чтобы получить безопасный, экологически чистый и, главное, бесконечный источник энергии. Работы много, работы наши довольны. Качеством наших работ довольны наши партнеры в ИТЭРе. Поэтому, думаю, что это направление будет только развиваться и развиваться. Серьезная конструкция – это серьезные совместные усилия семи ведущих стран мира. И я, на самом деле, очень горд тем, что Национальный ядерный центр Казахстана в виде в Национальный центр вносит тот посильный вклад в решение этой, можно сказать, наверное, самой амбициозной за всю историю человечества задачи. К новостям в нашей стране. В Актюбинской области полицейские тормозили водителей большегрузного и транзитного транспорта и предлагали им сделать перерыв в поездке. Акция направлена на снижение аварийности на дорогах. Для этого на 17 участках областных республиканских трасс, где чаще всего происходит ДТП, организовали дополнительные места для отдыха. Здесь же водители могли получить юридическую консультацию. Стражам порядка помогали школьники. Они раздавали буклеты с напоминанием «Соблюдать правила дорожного движения». За последнюю неделю в регионе произошло 20 ДТП. Погибли 5 человек. По данным полиции, одна из причин аварии – это когда водители садятся за руль уставшими. Основные причины ДТП на трассах республиканского значения, отмечу, это у нас автодорога республиканского значения «Самара-Чемкен». У Актюбинской области оно проходит 477 километров. Протяженность дороги, во-первых, утомляется водителей и выезжает на встречную полосу движения и превышение скорости. Был случай, что я сам уснул за рулем, попал в ДТП, да, машина сгорела у меня, но все живы. И поэтому сейчас я стараюсь, если начинаю кемарить, останавливаюсь, помылся, пробежался там, разминку, зарядку сделал, все, и дальше в путь. На военном полигоне ОМА-Шаштово в Магастовской области морские пехотинцы учатся отражать нападение условного противника. Причем подразделения октаусского гарнизона поднимают по тревоге и днем, и ночью. В условиях круговой обороны военнослужащим весеннего призыва приходится сдерживать наступление противника, а потом также преследовать его. В огневой подготовке поэтапно задействовали почти 500 человек. Вот так точно в цель попадают военнослужащие октаусского гарнизона. На полигоне ОМА-Ша в 30 километрах от Октау учат не только владеть ручным противотанковым гранатометом. Солдат уже две недели подготавливают к стрельбе из автоматов Калашникова, снайперских винтовок и боевых машин. Мы выполняем тактические нормативы по боевой подготовке. Сегодня занимались ползанием на 50 метров, учились настраивать радиостанцию. В заключительном этапе учений будем переходить к наступлению на условного противника. Главный закон боевого братства морпехи своих не бросают, поэтому на учениях акцентируют внимание и на эвакуации раненого с поля боя. Пока одни военнослужащие спасают раненых сослуживцев, другие учатся настраивать рацию и передвигаться рядом с бронетранспортером. Тематика занятий разных отделений может отличаться. К примеру, одна отрабатывает действия в обороне, другая в наступлении, третья выполняет специальные задачи. При этом не менее 30% полевых занятий у нас проходит ночью. Учения проверяют боевые слаженности отделения в ходе наступления, дают практику командирам. 500 военнослужащих отработали полный перечень тактических действий и маневров. По словам командиров, несмотря на сложность местного ландшафта, они смогут выполнить боевые операции в населенных пунктах в любое время суток. Тамара Степанова, Салмат Бигбаев, Актау, Хабар-24. Путевки на Алаколь получили почти тысячи школьных учителей Алматинской области. Через местный профсоюз отдых на берегу озера для педагогов обошелся на 50% дешевле. Организация покрыла часть расходов. Накануне нового учебного года здесь набираются сил педагоги из Толгарского, Жамбылского, Ильийского и Уйгурского районов. Две базы отдыха на Алаколе подписали договор с профсоюзом работников образования Алматинской области. Здесь уже отдохнули полтысячи школьных учителей. Почти столько же посетят озеро до середины августа. Мы в полном восторге. Здесь все очень хорошо организовано. Питание, проживание, удобные комнаты, все устроено с комфортом. От такой красоты вокруг наполняемся энергией на весь предстоящий учебный год. Никогда не слышал, чтобы учителей отправляли на отдых по таким льготным путевкам. Воспользовался этой возможностью, не раздумывая. Половину стоимости пятидневной путевки на Алаколе учителям оплатил профсоюз. На это организация выделила 54 миллиона тенге. Для организации летнего отдыха наших педагогов мы также взяли путевки в санатории и на курорты. Пансионаты на берегу Алаколя в их числе. Всего 1232 путевки на 175 миллионов тенге. По ним смогут отдохнуть более 2000 работников сферы образования. Алаколе уже посетили больше 700 тысяч человек. Ожидается, что до конца купального сезона цифра вырастет вдвое. Берег Алаколя ежегодно развивается. Появились новые парки, волейбольные площадки, инфраструктура улучшается. Следим за очисткой всего побережья. В прошлом году у нас отдохнули миллион 300 человек. В этом ожидаем больше. На приток туристов повлияло строительство и ремонт дорог. Теперь из Алматы до объектов размещения на Алаколе поселков Ахши и Коктума можно добраться за 7 часов. В следующем году введут в эксплуатацию республиканскую трассу Алматы-Усть-Каменогорск. А уже в конце июля появится авиарейс Алматы-Талдыкурган-Ушарал. Наталья Строкова, Ордак Айбарулу, Коныш Тургенбаев, область ЖТСУ, Хабар-24. Школьник из Актобе стал абсолютным чемпионом Международной олимпиады по географии, которая прошла в Алматы. Санжар Хамитов показал лучший результат среди 216 участников из 54 стран мира. С обладателем золотой медали встретились наши корреспонденты. Любовь к науке о земле началась изучение политических карт, столиц и флагов стран мира, рассказывает Санжар Хамитов. В серьез географии юноша увлекся после поступления в НИЖ. Не пропускал ни одну тематическую олимпиаду. В прошлом учебном году под руководством тренера Рустама Валеева, первый в истории Казахстана золотого медалиста по географии, стал готовиться к международным соревнованиям. В итоге превзошел своего учителя и стал абсолютным чемпионом. Для меня как раз таки оказалось преимущественно то, что я уже в принципе знаю английский, то, что я могу на нем мыслить и то, что словарь мне не потребовался. И поэтому я по сути выиграл время. Я, конечно, был уверен в том, что я написал большинство заданий достаточно хорошо. Но при этом я не особо был уверен в полевом туре. Но, как оказалось, мои сомнения были напрасны. Юноша обошел более 200 соперников из 54 стран мира. С победой чемпиона уже поздравил министр просвещения. На своей странице в соцсетях Асхат Аймагомбетов отметил, что в этом году призеры таких олимпиад получат меры поддержки, которых ранее никогда не было. По поручению президента предусматриваются выплаты солидных денежных компенсаций и поступления в отечественные вузы без сдачи ЕНТ. Только получив признание у себя дома, завтра возникает такое желание у детей. Да где бы они ни учились. Возможно, они уедут учиться за рубеж в какой-то крупный вуз. У них всегда возникает желание вернуться домой. Почему? Потому что именно здесь они получили признание. По словам министра, выплаты получат и педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям. Айсул Махмутова, Айбек Даутов, Ак-Тубе, Хабар-24. Увековечить память о легенде мирового футбола Диего Марадони решили на его родине в Аргентине. В космос отправят спутник с бутсами звезды, а также множеством видео и аудиосообщений, записанных его фанатами по всему миру. По словам организаторов акции, всего планируется собрать до миллиона таких посланий. За передвижением спутника в космосе специалисты будут следить при помощи системы геолокации. Дата его запуска пока неизвестна. Напомню, всемирно известный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в ноябре 2020-го из-за остановки сердца. Марадона известен по своим выступлениям в составе Наполи и сборной Аргентины. В 1986 году ему удалось завоевать свой главный трофей. Диего стал победителем чемпионата мира в Мексике. Я чувствую, что он все еще с нами. Это что-то нереальное. И хотя Диего уже нет, с нами сборная начала побеждать. Он как будто там сверху помогает нам. Это невероятно. Не могу этого объяснить. Я верю, что Аргентина выиграет третий чемпионат мира. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого.